Чудеса вокруг нас, которые совершаются каждый миг. Солнце – единственный источник энергии для всего живого на Земле. Однако люди и все живые существа не могут напрямую потреблять энергию Солнца, поскольку в нашем организме нет систем, способных использовать солнечный свет напрямую для питания организма. Но в данном случае в действие вступают растения с их удивительным механизмом, который наука до сих пор не может с точностью объяснить. Все растения аккумулируют в своих клетках солнечную энергию и производят непостижимо сложную химическую реакцию, в результате которой солнечная энергия преобразуется в химическую энергию. Вся энергия, поступающая в наш организм с питанием, на самом деле является солнечной энергией, переработанной растениями в химическую. Например, когда мы пьем молоко, по сути мы лишь потребляем солнечную энергию. Коровы, питаясь растениями, получают эту энергию в клетке и потом она поступает в молекулы молока. Или, к примеру, мышечная сила в нашем теле – тоже не что иное, как трансформированная солнечная энергия. Растения собирают в своих молекулах переработанную солнечную энергию для пользы животных и человека. Растения питаются ядовитым для человека углекислым газом, перерабатывая его и выделяя чистый кислород, который необходим для всего живого. Для осуществления фотосинтеза, то есть переработки солнечной энергии в химическую и выделения кислорода, в этом процессе должны участвовать еще и многочисленные ферменты. Они удивительным образом имеются в клетках растений и каждый из них участвует только в строго определенной стадии фотосинтеза. Однако клетки растений могут вступить в эту сложнейшую реакцию фотосинтеза только благодаря тому, что сами могут питаться солнечной энергией напрямую. Науке до сих пор еще непонятны до конца эти поразительные процессы. Растения, получающие прямую солнечную энергию, в результате тысяч химических реакций доводят энергию Солнца до каждой клетки организма и животного. Солнечная энергия трансформируется в различные формы и в результате достигает всех жизненно важных органов и систем человека. Крови, сердца, почек, глаз, мозга, таким образом делая возможным существование человека. Задумайтесь на минутку. Трава, по которой вы ходите, деревья, которые вы видите каждый день, являются самыми важными действующими помощниками вашей жизни, поскольку процессы, которые происходят в глубине клеток, дают вам кислород и энергию. И что самое главное, фотосинтез на данном этапе ученые не могут повторить ни в одной лаборатории. Даже этого примера достаточно, чтобы понять беспредельность Господнего знания. И могущество над всем сущим в мире. Его беспредельную милость к нам, ибо Он подчинил все в мире служению человеку и созданию самых комфортных условий нашей жизни. Знамением для них является мертвая земля, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими трудами. Неужели они не будут благодарны?